Друзья, привет! Сегодня в фокусе у меня многострадальный коломандин. Коломандин еще называется цитрофортунелло. В народе просто домашний мандарин. То есть это очень красивое деревце обычно, которое приносит из магазинов те люди, которые не знают, как на самом деле выращиваются эти растения. Они обычно усыпаны плодами, маленькими такими мандаринчиками. Выглядит это все очень красиво и здорово, но потом растение просто может загнуться. Этому растению уже в моих руках полтора года. И оно претерпело много разных вмешательств. И благодаря этому оно все еще живо. Но, как вы можете видеть, оно страдает сейчас. Начался хлороз, еще потери микроэлементов, потому что вот такие листочки... Это не совсем хлороз, это скорее всего отсутствие азота, по-моему, если я не ошибаюсь. В общем, посмотрела информацию, что листочки становятся такими, когда появляется новый прирост. И микроэлементы, которые могут мигрировать, мигрировать из таких листочков в новые. Но новые не становятся красивыми. Остаются вот этими светло-желтыми, зелеными прожилками, что следить стоит как раз о хлорозе. Плюс еще я подозреваю, что я могла его заливать. Горшок кажется большим. На самом деле он не очень большой. Я его подбирала четко под корневую, когда пересаживала. Он двойной, поэтому кажется объемным. То есть внутренний горшочек поменьше, чем внешний. Но сейчас я посмотрю по состоянию. Я буду его пересаживать. И уже по состоянию корней, возможно, я его посажу в меньший горшок. Потому что у меня есть подозрение, что он может быть залит. Ну вот такая корневая шейка у него была изначально. То есть он был закопан посюда. Я его откопала. Вот тут какие-то срезала веточки. Но это все было в прошлом году. Видимо, так было надо. Он у меня сейчас продолжает активно терять листья. Причем теряет их уже очень давно. То есть это не связано с переездом. При переезде я его поливала циркойным, чтобы хоть какой-то антистресс внести. Ну и в принципе здесь на святую ему все нравится. Прирост у него активно пошел дальше в рост. Даже появился новый вот здесь отросточек, который тоже станет веточкой с листиками. И так удивительно, что он появился вот здесь на стволе. То есть не ввысь пошел, а ширится. И это меня очень воодушевляет и радует. Поэтому мне бы хотелось его, конечно, спасти, не загубить дальше. И сделать из него красивое дерево. Он у меня, кстати, повторно плодоносил этой весной. Я показывала нашу дегустацию этих плодов. Потому что плоды из магазина я не стала дегустировать. Там очень много всяких удобрений применено, каких неизвестно. А когда уже мои плоды созрели, вот тогда мы их попробовали. Кислючие. Очень сильно кислючие. То есть чисто так в чай добавлять. Даже, наверное, кислее, чем лимон. Были красивые оранжевенькие такие очень ароматные плоды. И цветочки тоже очень ароматные у него. Классные. Поэтому хочется, чтобы он рос, жил и радовал. А он продолжает терять листья. И еще они вот такие становятся сначала. Это я еще прошлым летом эту проблему заметила первый раз. Мне кажется, что вот как раз вот это связано с валивом. То есть листики сначала так портятся по краям. Потом сворачиваются и отпадают. Очень много листьев он у меня потерял. Ну вот сейчас буду проверять его корневую. Пересаживала его как раз около года назад. Грунт мешала правильный. Смотрела на канале у Татьяны Кузьмук. Домик для цитрусов. И мешала универсальный. С биогумусом. С перлитом. И по-моему здесь ему добавлено циолит. Я вот сейчас смотрела. У Татьяны не увидела этой рекомендации, что она добавляет циолит. Но скорее всего я брала это из ее видео. Потому что сама бы я не стала такой эксперимент проводить. Я четко следовала ее инструкциям. Но сейчас я не буду на нее добавлять циолит. И я возьму другой субстрат. Грунт я замешала все по тем же видео у Татьяны Кузьмук. Здесь у меня кокосовый субстрат в этот раз. Потому что у меня просто очень много осталось. Много перлита. И биогумус. Сейчас все это перемешаю. Посмотрю надо ли добавить еще. По концентрации. И приступлю к пересадке. Итак, смотрим что у нас тут с корнями. Я беру ножичек и сначала прохожу вдоль стенок. Ну вообще грунт довольно-таки рассыпчатый. То есть он не слеженный. Все у него хорошо. Может быть просто он уже подостощился. Хотя у меня был осмокот. На 6-8 месяцев добавлен. Ну как раз вот его действие и окончилось. Мне предполагают, что корешки. А, у кошечки. Тут осмокот за приличное количество. Ага, вот оно и свалявшееся. Действительно, именно внизу вообще не рыхло. Хотя нет. Смотрим на корешки. Да, ну и корешки как-то не особо у него отваливаются. В целом корешки-то хорошие. То есть гнилья я не вижу. И грунт такой питательный. Конечно, отваливаются корешочки. Это был корень такой очень толстый. Так, сейчас посмотрим. Я бы, конечно, еще бы освободила ему шейку. Убрала бы вот этот толстенный корень. Но я боюсь вмешиваться в корневую прям сильно. И так получается, что такая у меня радикальная замена грунта. Ну, вот этот, конечно, убрать бы верхний. Вон сколько здесь ствола. Прям реально это ствол. Он был так заглублен. А я в прошлом году еще таких нюансов не понимала. То есть у меня совсем не было опыта. Это в этом году я уже, когда пересаживала фикус, подчикала сверху эти корни. Ну, конечно, из-за этого он мне немножечко поболел после пересадки. Вот такой закрученный крышочек приличный. Но с другой стороны, если посмотреть, вот что у него на этом корне. Но ведь не так уж и много, если его убрать. Да, пожалуй, я его уберу. И открою шейку еще посильнее. Вот здесь вообще нет. А, тут вообще он сломался. Вот этот тоже. Ничего нет на нем. Ну, вот здесь подлиннее корешок, конечно. Да, надо горшочек поменьше его сажать. Сейчас буду искать горшок. Так, ну, что мы имеем здесь? В принципе, вся земля очень легко отряхнулась. Корешки, конечно, так себе, но гнилых нет. Корневая небольшая, но относительно вот этой кроны, ну, ее достаточно. Да, и, наверное, он еще и страдал из-за того, что так сильно была углублена шейка. То есть, посмотрите, вот так было закопано изначально. Вот, я раскопала досюда. Но сейчас я буду удалять вот эти боковые. Не буду закапывать вот так по эту часть. Вот так, я обработала секатор. Сейчас постараюсь максимально близко к стволу удалить этот корешочек. Оп, и старенький. Это бы, конечно, целиком бы срезать. Ой, жалко. Так сильно кору повредила. Да, ну, вот такой результат. Иногда приходится такие радикальные меры предпринимать. Вот этот тоже лишний. Но я его оставлю пока, потому что тут еще вот этот идет. На этот раз хватит. Бедолага. Сейчас мы тебя присыпем углем. Итак, я обработала углем все отрезанные корешочки. Причем, посмотрите, насколько сильно открылась шейка. Вот этот ствол. Просто поразительно. Не знаю, надеюсь, что это ему пойдет только на пользу. Возможно, из-за этого он у меня и страдал. Намешанный свежий грунт я пересыпала немножко сюда. Горшочек вот такого размера. Он как раз подходит под эту корневую. Это его родной горшок, в котором он продавался. Я его сохранила, потому что довольно-таки добротная вещь получилась. И сейчас начну сажать. И обязательно, я все время забываю, но в этот раз специально говорю на камеру, что я положу уголь на дно горшочка. Вот сейчас я подсыплю сначала немножко грунта на дно. Распределю его. В этом родном горшке еще хорошо то, что очень крупные дренажные отверстия. Поскольку керамзит я не кладу, я вот так посыплю уголочки. Думаю, этого достаточно. Теперь засыпаю уголь. Хотелось бы, конечно, добавить осмокот, но я не успела его купить. У меня такая, в принципе, эта пересадка довольно экстренная, потому что каждый день он скидывает у меня по одному, по два листа. И я просто забила тревогу. Вчера уже посмотрела все видео, какие только можно на ютубе. И у Татьяны Пузьмук, и других заводчиков. И поняла просто, что мне нужно его срочно спасать. Потому что корни не наросли за год настолько, насколько я думала, что они нарастут. И просто горшок стал для него большой. И внизу грунт просто был уже такой слежавшийся. Хотя, когда я его немножечко взрыхлила, он вполне себе был приличный. Просто вот залив все-таки имел место быть. Хотя я всегда проверяю пальцем. Сейчас я его попробую центровать, оставить поровнее. И засыплю уже без видео. Ну что ж, педесадка наша окончена. Вот насколько открылся ствол. И как раз этот горшочек ему сейчас будет идеально по его корневой системе. Я надеюсь, что она быстренько у него нарастет. Ему здесь будет очень хорошо. А сейчас я его полью с цирконом, чтобы и корни лучше образовывались, и стресс минимизировать. Потому что педалога, конечно, стрессанул сильно. Вот. Так что ждите. Скоро я покажу, каким он стал. Где-то месяца-чуть с два. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Продолжение следует. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, 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 ставьте лайки. Продолжение следует...